Вопиющее происшествие настигло село Логовское сразу после родительского дня. От увиденного на кладбище местные испытали шок. Они обратились за помощью в СМИ и к местным властям, но по словам людей руководство муниципалитета бездействует. Администрация села обещала финансово помочь пострадавшим, однако сейчас людям приходится восстанавливать могилы за свой счет. Но не у всех есть родственники, готовые тратить на это десятки тысяч рублей. Так, например, это могила усопшего ветерана Великой Отечественной войны и ей просто некому заниматься. За стать главу села Вячеслава Роганова нам не удалось, зато мы пообщались с местным участковым, на которого также обижены некоторые жители. Они полагают, что полицейский недостаточно активен в поисках вандалов, и тому есть веская причина. По мнению селян, виновником покоя усопших может являться племянник участкового. Люди рассказали, что проблемный подросток весной разбил окна в школе и сломал детскую площадку. Но с этой версией согласны не все. Ну, я не думаю, что это вот именно среди наших людей, молодежь, могла это сделать. На того, на кого мы думаем, что у него разграблены у бабушки, у дедушки, у тети разграблены могилы. Вы сами видели, памятники сломаны. Так что я не думаю, что это среди нашей молодежи кто-то это мог сделать. Сам участковый убежден в отношении племянника домыслы. При этом правоохранитель признался, что местной полиции пока не удалось установить разрушителей школы и кладбища. Это ничем не подтверждает. Ни документально, ничего нет. А то, что говорят, у нас много чего говорит. Но местные жители склоняются к тому, что вы просто покрываете его. Ну, пусть говорят. У нас всегда что-то говорят. Еще одна версия. К вандализму на кладбище могут быть причастны работники похоронной сферы. По мнению местных, таким разрушительным способом ритуальные службы поднимают спрос на свои услуги. Если, может быть, кто могил именно похоронами, вот эти службы, может быть, у них какая-то конкуренция или там что-то такое. Мы, в свою очередь, обратились за комментарием в Краевое МВД. Там нам пояснили, следствие ведется, версии отрабатываются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отделе полиции создана и работает специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники отделения дознания, уголовного розыска, участково-уполномоченные полиции. Правоохранители сообщили, что назначили ряд экспертиз. Правда, каких и для чего, не уточнили. Сельчане же просят найти виновных как можно скорее. По их словам, за столетнюю историю села никогда прежде не посягали на сакральные места. Это уже за гранью допустимого. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Артем Гусельников, День с толком.